Беседа 52. Деяние 25-23. 446. На другой день, когда Гриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию феста приведен был Павел. 5. Смотри, какое общество собирается слушать Павла с нарочитыми, говорит писатель, мужи города. Правители, царь приходят со всеми оруженосами, а с ними приходят и тысяченачальники, и первые люди города, которых он и называет нарочитыми. 6. Потом приводится и Павел, и смотри, как фест говорит о нем, не только представляет его невинным, но и защищает. Что же говорит он? 7. И сказал фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. 8. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти, и как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. 9. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его перед вас, и особенно перед тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрению было мне, что написать. 10. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него. 11. Смотри, как тех иудеев он обвиняет, а его оправдывает. 11. Какое обилие оправданий. После многократного исследования правитель не находит в чем обвинить его, а те говорили, что он достоин смерти. 11. Потому он сказал, я, говорит, не нахожу ничего написать достойного смерти. 12. И это служит доказательством невинности Павла, что судья не имеет ничего сказать о нем. 13. Смотри, в какое великое затруднение ставили иудеи из своих правителей, что же Агриппа. 14. Желая узнать что-нибудь о деле, он сказал Павлу, повелевается тебе говорить за себя. 15. Тогда Павел, простерша руку, стал говорить свое защищение. 16. Царь повелевает ему говорить, сильно желая послушать его. 16. Затем Павел с дерзновением начинает говорить и называет себя счастливым, не излезьте, но потому что говорит перед человеком, которому все известно. 17. А что именно поэтому, послушай, что он говорит далее. 18. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняет меня иудеи. 19. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. 19. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. 20. Если бы он сознавал за собою что-нибудь, то, конечно, пришел бы в страх, выходя на суд перед человеком, которому известно все, но совесть его чиста. 21. Потому он и не отрекается явиться при судьею хорошо знающего дела, а еще радуется и считает себя счастливым. 22. Потом он и говорит, считаю себя счастливым, что вы можете в долготерпении выслушать меня. 23. Так он намеревался сказать речь продолжительную и говорит о себе, что предварительно высказывает эту просьбу. 24. А затем говорит, жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. 25. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. 26. То есть, как я мог сделаться возмутителем, будучи еще так молод и пользуясь свидетельством от всех. 26. Далее подтверждает слова свои указы на свою секту. 27. По известной вереси нашей веры жил. 28. И так как опять иной мог бы сказать, хотя секта достойна уважения, но ты не хорош. 29. Смотри, как он предупреждает такое возражение, призывает во свидетелей всех иудеев, знающих его жизнь. 30. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеется увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. 31. За сию-то надежду царя Гриппа обвиняет меня иудеи. 31. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? 32. Он предлагает два доказательства воскресения, одною от пророков, хотя не приводит пророчество, а мнение об этом иудеев. 32. Другой сильнейший отдел. Какой же это? 33. То, что с ним беседовал Христос, воскресший из мертвых. 34. Последний из доказательств подтверждает, рассказывая подробно о своем прежнем заблуждении, об иудеях же отзывается с похвалою. 34. День и ночь служат. Следователь говорит, если бы я был и не безукоризненной жизни, то меня не следовало бы судить за это, царя Гриппа. 35. Затем еще доказательства. Что? Неужели почитаете вы невероятным, что Бог воскрешает мертвых? 36. Если бы у иудеев не было такого мнения, если бы они не были воспитаны в этих учениях, и только теперь они были вводимы, то иной мог бы не принять этого учения. 37. Далее говорит, как он гнал христиан, и это служит к подтверждению сказанного, приводя вас свидетелей первосвященников и чужие города. 38. Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. 39. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. 40. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной противнике ярости преследовал даже в чужих городах. 41. Для сего, идя в Дамасск, со властью поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. 41. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, Саввел, Саввел, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. 41. Потом показывает человеколюбие Божие, как Господь явился ему, будучи гонимым от него, и не меня только, говорит, облагодетельствовал, но послал меня и учить. 42. Я сказал, кто ты Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. 42. Указывает и на пророчество, которое он слышал. 43. Но встань и встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. 44. Указывая на все это, он и сказал, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верой в меня получили прощение грехов и жребий со священными. 45. Смотри, как кротко он беседует. 46. Бог, говорит, сказал мне, как бы так, говорит, этим я убедился, этим явлением. Он обратил меня и убедил так, что я не мог противиться. 46. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земли иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния. 47. Я могу быть виновником возмущения и смятения. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. 48. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. 49. То есть, что Христос имел пострадать и восстав первой из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. 49. Смотри, как речь его чуждо лезть и как он все приписывает Богу. 50. Потом, сколько дерзновения. 51. Даже до сего дня, говорит, свидетельствуем пророками, что Христос имел пострадать. 51. Как бы так, говорит, Христос первого стал из мертвых и более не умирает. 51. Как видно из того, что он и всем проповедует это и что они сами с готовностью внимают. 52. Потом Христос, видя, с каким дерзновением он говорит царю, а не обращается к нему, как бы потерпев какую-нибудь обиду, и говорит ему. 53. Громким голосом сказал Христос, безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. 54. Нет, достопочтенный Христос сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. 55. Что же, Павел, он кротко отвечает, потом объясняет причину, почему он обращает свою речь к царю. 55. Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело, и отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. 56. Веришь ли царь Агриппа пророкам? Знаю, что веришь. 56. Этими словами он как бы укоряет иудеев и говорит им, знаешь, что он все знает хорошо, между тем, как вам первым следовало бы знать это, что и выражает это замечание. 57. Не в углу это происходило, говорит. 58. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделать себя христианином. 58. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. 59. Смотри, как он молится. Молил бы, говорит, Бога, то есть чтобы не было этого в мале почти. Не просто молится, но усиленно, чтобы стал таким же, как я. 60. Потом прибавляет, кроме уз их. Сказал так не потому, что он тяготился узами или стыдился их. Напротив, он вменял их себе во славу, не менее чем что-либо другое, но применительно к их понятию. 61. Поэтому он прибавил, кроме этих уз. Но обратимся к вышепрочитанному. 62. Пришли в судебную палату, и был приведен Павел. Иудеи отступили от него, когда он перенес дело на суд Кесаря. 63. И тогда представляется ему блестящее зрелище. Царь с великой пышностью и множество иудеев присутствовали здесь. Присутствовали и те, и другие. 63. Посмотри на их неистовство. Они кричали, что ему должно умереть. Отсюда видно, что Павел справедливо перенес дело к Кесарю. Если и тогда, как нельзя было сказать против него ничего предосудительного, иудеи неистовствовали, то следовало бы обратиться к нему. 64. И нерассудительно, говорит, послать, ничего не написав, говорит Фест. Видишь ли, как много раз дело подвергается исследованию. Иудеи были виновниками этого оправдания, которое должно было сделаться известным и находящимся в Риме. 64. А всем, всем оклеветаем царя Гриппу. Говорит он, смотри, как они делаются невольниками, невольными проповедниками и собственной злобы, и Павловой добродетели. И при том, перед самим царем теперь Павел отправлялся в Рим славнее, нежели если бы был свободен от уз. 65. После того, как столько судей признали его невинным, он отправлялся уже не как обманщик и кудесник. 66. Таким образом, раскрыв все, где он родился и как воспитан, он отправляется в Рим непросто, но уже чистым от всякого подозрения. 66. Не говорил он, что это. Я уже перенес дело к Кесарю, и меня столько раз судят. Да коли это будет? 67. Но что? Он опять готов был дать ответ и перед тем, кто наилучшим образом знал дела иудеев. Он защищается теперь с большим дерзновением, так как судьи его не были властны над ним. 68. Впрочем, хотя они не были властны над ним, и прежнее решение «к Кесарю пойдешь» оставалось в своей силе, но он дает ответы и подробное объяснение на все, а не так, чтобы на одно отвечал, а на другое нет. 69. А в ответе своем он как бы так говорит «меня обвиняют в возмущении, обвиняют в ереси и в том, будто я сквернил храм. Я могу оправдаться во всем. Мою жизнь от юности знают все иудеи. Не в моих нравах производить возмущение. Свидетели этому сами обвинители». 70. Что прежде говорил он, ревнитель отеческих моих преданий, а тоже указывает и здесь словами от юности «жизнь мою». Когда присутствовал весь народ, тогда он и призывает их свидетели. 71. Так он поступает не только на суде у Лисия, но и у Феста, и здесь, где находилось еще более народа. Только там не было надобности в продолжительном оправдании, потому что послание Лисия освобождало его от этого. 72. Ведет, говорит, знает все иудеи. Не говорит, какова его жизнь, но предоставляет это их совести. И только указывает на секту, выражая, что он не избрал бы ее, если бы был предан порокам и нечестью. 73. Итак, о ереси нашей, говорит, стою судим. Он уважается и у них. По ней они молятся и просят Бога, чтобы надежду на нее исполнили. Эту надежду и я возвещаю, и за нее меня обвиняют. 74. Не безумными всячески стараться, чтобы она исполнилась, и гнать того, кто в нее верует. Я и сам, говорит, думал, что подобает мне много преследовать. 75. То есть думал поступать так, потому что был не из числа учеников Христовых, но из врагов его. 75. Тем достовернее этот свидетель, который употреблял тысячи средств против верующих, внушал злословить их, вооружал против них все, и города, и начальников, и сам, делая это, так внезапно переменился. 76. Потом опять свидетели, спутники его. 77. Далее он показывает себя справедливо уверовавшим, что доказывается и явлением света, и пророками, и событиями, и тем, что теперь происходит. 77. В полдень, говорит, на пути осиял свет. Видишь, как он убеждает их и пророками, и самыми событиями. 78. Не желая показаться нового водителем, и между тем, умея сказать нечто великое, он опять обращается к пророкам и приводит их предсказания. 79. Хотя события были достовернее, как ныне происходившее, но так, как он один видел их, то опять ссылается на пророков. 80. И смотри, он не одинаково говорит в собрании иудеев и судилища. Там он говорил, вы убили Христа. 80. А здесь ничего такого не говорит, чтобы еще более не воспламенить гнева их. 80. Но указывает на то же самое словами, как и Христос имел пострадать. 81. Так он не касается вины их. То, что я возвещаю, говорит, то, что Христос первый восстал из мертвых, подтверждаю пророками, и пророки возвещают это. 81. Потому примите это учение, как согласное с пророческим. 82. Сказав о видении, он далее безбоязненно говорит и о делах о каких. 83. Открыть, говорит, очи, чтобы обратились от тьмы к свету. 84. То есть не для того, чтобы наказать тебя, но чтобы сделать апостолом. 84. Смотри, он указывает на то зло, которое обдержит неверующих, на сатану и мрак, и на благо верующих, которое суть – свет, Бог, наследие святых. 85. Увещевает не просто покаяться, но и показать жизнь достойное удивление. 85. И смотри, везде в речи он упоминает о язычниках, потому что между присутствующими были язычники. 85. И свидетельствую, говорит, малому и великому, то есть и знатному, и незнатному. 86. Это он сказал в отношении к воинам. 87. Здесь, оставив оправдание, он принимает на себя дело учителя. 87. Потому Фесс и сказал ему, безумствуешь ты, беснуешься. 87. На что, чтобы показать, что не он сам учит, указывает на пророков, на Моисея. 88. А Христос, говорит, имел пострадать, и воскрес первенец из умерших. 87. На это Фесс громким голосом так и сказал. 87. Так это был голос негодования и гнева. 88. 452. Что же, Павел? 89. Нет, не в углу это происходило. 89. Здесь он говорит о кресте, о воскресении, говорит, что это уже известно учение по всей вселенной. 89. Веруешь ли царе Агриппо? Не сказал о воскресении, но к пророкам. 90. И предупреждая его, продолжая, знаю, что веруешь. 90. Агриппо же отвечал ему, немного ты не сделал меня христианином. 91. По недоразумению слова немного Павел принял за слово, потому что отвечает и на это, как бы почти. 91. Так он был прямодушен. 91. Он не сказал, я не хочу этого, но молил бы, что не только ты, но и все слушающие, так слова его чужды лести, молил бы я ныне, говорит, чтобы вы все стали такими, как и я, кроме этих ус. 92. Смотри, тот, кто хвалился узами и выставлял их, как золотую цепь, теперь молится, чтобы не было их. 93. Но не удивляйся этому, слушатели были еще весьма слабы, и речь его была применительна к ним. 94. А что он ценил узы, высоко послушай, как он везде в посланиях ставит их выше всего прочего. 95. Так он и говорит Павел, узник Иисуса Христа. 96. Я обложен узами, но для слова Божьего нет уз. 96. И еще даже дауз, как злодей, смотри, не только дауз говорит, но и прибавляет, как злодей, возвышая этим славу уз. 96. 2 Тимофею 2.9. 96. Сугубое страдание и от того, что был связан, и от того, что как злодей. 97. Если бы он был связан за доброе дело, то это доставляло бы некоторое утешение. 97. А теперь связан как злодей, как уличенный в тяжких преступлениях, но несмотря на то, он нисколько не заботился об этом. 97. Такова душа, окрыленная небесной любовью. 97. Если питающая себе постыдную любовь не считает ничего важным и ценным, но у них признается славным и ценным только то, что служит к удовлетворению их страсти, и предметы их любви составляют для них все, то тем более объятые этой любовью ничего не считают ценнее. 97. Неудивительно, если мы не понимаем этих слов. Мы так еще неопытны в любомудрии. 98. Подлинно. Кто объят огнем Христовым, тот делается таким, каким был бы человек, если бы он жил один только на земле. Так мало он заботится о славе и бесславии. 98. Как человек, живущий один только ни о чем не заботился бы, так и он не заботится ни о чем. 98. Искушения, наказания, узы он презирает так, как бы претерпевал их в чужом теле, или как бы имел тело адамантовое, а удовольствием жизни посмевается и бывает так к ним нечувствителен, как мы к телам мертвых или сами будучи мертвыми. 99. Он так далек от того, чтобы придать какой-нибудь страсти, как очищенное огнем золото бывает непричастно грязи, как мухи отлетают от огня, чтобы не попасть в него. 99. Так и к нему страсти не смеют даже и приблизиться. 99. Хотел бы я привести на это примеры из среды нас самих, но так как мы не в состоянии представить их, то необходимо обратиться к тому же Павлу. 99. Смотри, каков он был в отношении ко всему миру. Для меня мир распят, говорит он, и я для мира. То есть я мертв для мира, и он мертв для меня. 99. И еще, уже живу не я, но живет во мне Христос. Это мог сказать один только Павел. 99. А мы, которые отстоим от него, как земля от неба, должны сокрыться и не смеем мы открыть уст своих. 99. Послушай, как он говорил, что он жил как бы в пустыне и так смотрел на все настоящее, как бы видя невидимое. 99. Что ты говоришь? Не бывает ли на деле противное тому, что ты говоришь? 99. Ведь мы не видим невидимого, а видимое видим. Но тебя были очи даруемые Христом. 99. Как наши видят только видимое, а невидимого не видят, так те напротив. 99. Кто видит невидимое, тот не смотрит на видимое. А кто смотрит на видимое, тот не видит невидимого. 99. Не бывает ли нечто подобное и у нас? 99. Так когда мы сосредоточим ум, размышляем о чем-нибудь невидимом, тогда глаза наши бывают выше внешних впечатлений. 99. Будем же презирать славу, пожелаем лучше, чтобы над нами смеялись, нежели хвалили нас. 99. Тот, над кем смеются, не терпит никакого зла. А кого хвалят, тот терпит великий вред. 99. Не будем высоко думать о тех, которые наводят на людей страх, но будем поступать в данном случае как с детьми. 99. Когда мы видим, что кто-нибудь стращает детей, мы нисколько не удивляемся ему. 99. Он устрашает только детей, а никакого мужа устрашить не может. 99. И как устрашающие детей делают это, или поднимая вверх брови, или какой-нибудь иначе извращая лицо, а сохраняя взгляд обыкновенный, кроткие не могли бы сделать этого. 99. Так и те совершают свои действия, извращая мысленную часть души своей. 99. Человека кроткого и доброго душой не страшится никто. 99. Напротив, все мы уважаем его, почитаем и любим. 99. А кто наводит на других страх, тот не видит ли? 99. Как бывает ненавистие отвратительным для всех нас? 99. Не отвращаемся ли мы всего, что только может устрашать нас? 100. Будут ли это звери, звуки, взгляды, места, воздух или тьма? 454. Не будем же превозноситься, если люди боятся нас. 100. Во-первых, ни один муж бояться нас не будет. 100. А во-вторых, невеликое дело, если бояться нас. 100. Великое благо добродетели, смотри, насколько великое обстоятельства, среди которых она приобретается, мы почитаем бедствиями. 100. А ей самой удивляемся и ублажаем ее. 100. И кто не будет ублажать человека любомудрого, хотя бедность и тому подобное, почитается бедствиями? 101. Если же добродетель сияет среди того, кто почитается бедствием, то смотри на ее превосходство. 101. Человек, ты превозносишься властью. 101. Но какая власть, скажи мне, дана тебе? 101. От людей ты получил власть. 101. Доставь же себе власть внутренно, в самом себе. 101. Начальник не тот, кто так называется, а кто таком на самом деле. 101. Как врачом или ритором не может сделать и царь, так и начальником, потому что ни грамота, ни название делают человека начальником. 102. Пусть, если угодно, кто-нибудь построит лечебницу, соберет учеников, приобретет инструменты и лекарства и будет посещать больных. 103. Достаточно ли это, чтобы быть врачом? Нет. 103. Нужно еще искусство. А без него все это не только не приносит никакой пользы, но приносит даже вред. 104. Кто сам не врач, тому лучше и не иметь у себя лекарств, так как кто не имеет их, тот не может ни излечить, ни повредить, а кто имеет, но не умеет пользоваться ими, тот может повредить. 104. Лечение зависит не только от свойства лекарств, но и от искусства, предписывающего их. Когда нет его, тогда все извращено. 105. Так и начальник. Положим, что он имеет инструменты, то есть голос, гнев, палачей, ссылки, почести, подарки, похвалы, имеет лекарства, законы, имеет больных, людей, слуг, имеет мастерскую, судилище, имеет учеников, воинов. 10. Но если он не знает науки врачевания, то все это не принесет никакой пользы. 11. Судья есть врач душ, а не тел. Если же врачевание тела требует такого попечения, то тем более врачевание души, потому что душа важнее тела. 11. Таким образом, носить имя начальника еще не значит быть начальником. 12. Некоторые называются великими именами, как-то Павлом, Петром, Яковом, Иоанном. 13. Но от этих имен они не делаются тем, чем называются. Например, Я Сам. Я ношу одно имя с тем, блаженным апостолом. 14. Но Я не то же, что Он. Я не Иоанн, а только называюсь так. 15. Так и те, не начальники, а только называются так. 16. Бывают начальники и без этого названия, подобно как врач. 16. Хотя бы и не прилагал к делу своего искусства, а имел его в душе, есть врач. 17. Начальники те, которые умеют управлять сами собою. 17. К душе имеют отношение следующие три предмета – дом, город и вселенная. 18. Во всем есть постепенность. 18. Кто хочет быть начальником дома и хорошо управлять им, тот прежде всего должен устроить свою собственную душу, потому что она – ближайший его дом. 19. Если же он не в состоянии управлять самим собою, там, где одна душа, где сам он господин, где он всегда сам у себя, то как он будет управлять другими? 19. Кто мог устроить свою душу и одно в ней сделать господствующим, а другое – подчиненным, тот будет в состоянии управлять и домом. 20. Кто домом, тот и городом, а кто городом, тот и вселенной. 21. Если же кто не в состоянии управлять своей душой, то как он может править вселенной? 22. Все это сказано мной для того, чтобы мы не превозносились властью, чтобы знали, что такое власть. 23. Иначе это не власть, а посмешище. Рабство и тысячами других подобных наименований можно было назвать это. 23. Скажи мне, в самом деле, что свойственно начальнику? 24. Не приносить ли пользу и благодетельствовать подчиненным? Что же, если этого не будет? 25. Как может принесть другому пользу тот, кто не сделал добра самому себе? 26. У кого в душе господствуют бесчисленные страсти, тот как обуздает их в других? 27. Точно так же и наслаждение не в том состоит, в чем обыкновенно полагают, но в другом, как начальником оказывается не тот, кто так называется, а другой, так и наслаждающийся, не тот, кто предается наслаждением, а некто другой. 28. Думает, будто наслаждение состоит в том, чтобы предаваться удовольствием и угождать чреву, но не в этом оно состоит, а напротив в том, чтобы иметь удивительную душу и быть довольным. 29. Пусть кто-нибудь ест, пьет, роскошествует, а потом испытывает уныние и скорбь, можно ли сказать, что он наслаждается? 30. Следовательно, наслаждение состоит не в том, чтобы есть и пить, но в том, чтобы чувствовать довольство. Пусть другой кто-нибудь не имеет ничего, кроме сухого хлеба, но питается им с радостью. Не удовольствие ли это? И, следовательно, не наслаждение ли? 31. Посмотрим же, кому оно доступно, богатым или небогатым. Ни тем прямо, ни другим. Но тем, которые так устроят свою душу, чтобы не иметь поводов к недовольству. 31. Какая же это жизнь, может быть, спросит кто-нибудь. Вижу, как все вы обратили внимание и желаете услышать, что это за жизнь, свободная от неудовольствий. 32. Пусть же, прежде всего, каждый из вас убедится, что в том состоит удовольствие, в том наслаждение, когда недовольство не возмущает меня, когда оно не требует от меня ни мяса, ни вина, ни изысканных ястов, ни шелковых одежды, ни роскошного стола. 33. Но если я покажу таковую жизнь, чуждую всего этого, то возлюби это удовольствие, такую жизнь. 34. Подлинно. Множество скорбей происходит у нас от того, что мы не рассуждаем об этом, как должно. 35. Кто же более имеет скорбей? Тот ли, кто не заботится ни о чем подобном, или кто заботится? 36. Кто боится случайных перемен, или кто не боится? 37. Кто в опасности от зависти, ненависти, клеветы, вражды, недоброжелательства, или кто свободен от всего этого? 38. Кто нуждается во многом, или кто не нуждается ни в чем? 39. Кто раболепствует тысячам, или кто никому? 40. Кто подчиняется тысячам, или кто независим? 40. Кто боится одного господина, или кто бесисленного их множества? 41. Итак, вот в чем состоит высшее удовольствие. 41. Будем же стремиться к этому, и не будем пристрастны к благам настоящим. 42. Будем презирать все суетное величие настоящей жизни и во всем соблюдать умеренность, 42. Чтобы нам беспечально провести эту жизнь и сподобиться обетованных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, 43. С которым Отцу и Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Веки. star